В отличие от парижских льняных огромных мешков, ткань этих аэростатов прочная по последним технологиям. Однако даже последние технологии не спасают от ветреных обстоятельств. Купол стал легче, поэтому уязвимее. 13-й по счету фестиваль воздухоплавания даже самых несуеверных застал врасплох. Произошел в воскресенье так называемый фальстарт. Несмотря на усилия пилотов и подбадривания зрителей, куполу аэростата так и не удалось соединиться с небесным куполом Пятигорска. Буквально за час до открытия в Пятигорске поднялся сильный ветер. Фестиваль не носит имени Железноводска, Есендукова или Пятигорска. Он остается Кавказской минеральной водой, Жемчужина России. Это наша принципиальная позиция. Свою радугу Наиль Шахмеев раскрывать не стал. Погодный антураж подвел. Хотя ему, как военному летчику, в отставке 7 метров в секунду не помеха. Однако правила воздухоплавания существуют и нарушать их Наилю, как человеку военному, не хочется. «Прежде чем лететь, он готовится на земле. Успех в воздухе куется на земле. Это однозначно». В течение пяти дней небесную разноцветную картину можно будет наблюдать во всех городах региона. На корзинах всех участников на удачу логотипа телеканалов СТС и домашней. Невооруженным и неопытным взглядом вряд ли удастся заметить соревновательные моменты полетов. Этот спорт больше показателен. Однако ряд упражнений достаточно сложный. Пилоты сетуют обычно либо на везение, либо на воздушные потоки. «Все упражнения, все соревнования выполняются с учетом того, чтобы как можно большее количество людей увидело шары вблизи, в воздухе, ощутило на себе дыхание горелки». Ранним солнечным утром, а сейчас практически 7 утра, в районе Березовой балки города Кисловодска разряженный воздух готовится покорять тепловые аэростаты. Как говорят сами пилоты, утренний ветер более благосклонен к полетам. Между прочим, подготовить воздушный шар к взлету гораздо сложнее, чем управлять им. В среднем тратят минут 15 на раздув купола и два часа максимум на полет. Зависит от качества газового наполнения, мастерства пилота и количества человек на борту. Знакомая нам радуга взлетает одной из первых. Экипаж аэростата – 5 человек. Пролетая по каньону, минуя электропровода, проходят упражнения. Взять на абордаж или потопить. Настигнуть зайца и пролететь как можно ближе к развернутой отметке. От земли на вскидку метров 200. Температура на борту даже осенним утром комфортная. Купол с периодичностью в несколько минут подпитывают открытым огнем. Шар сам по себе вещь неуправляемая, да и, собственно, непредсказуемая. От пилота требуется малое – задать высоту и поймать воздушные потоки. Приземлиться же в точку взлета считается высшим классом. Мы взлетели вот в 20 метрах отсюда. Пролетели, ну, вперед где-то прошли мы километр, может быть, полтора не больше, вернулись назад. Так что воздухоплавание – это не всегда неуправляемый полет. С помощью изменения высоты и направления полета можно корректировать место посадки и весь полет. Пять дней аэростаты будут задавать настроение ковминводскому небу. Участники 13-го фестиваля вновь посоревнуются на перстень лучшего. На этот раз он эксклюзивный, с гравировкой «Пятигорск-2011». Как будут развиваться события самого красивого небесного шоу региона, смотрите на телеканале СТС, ведь мы всегда поддерживаем необычные задумки, радующие зрителя.